Тема урок «Окружающий мир». Сегодня тема урок у нас «Что у нас под ногами мы увидим?» Вот когда мы ходим по дороге, то что ты замечаешь? Черёнка. Так. Камушки какие? Маленькие, большие. Большие встречаются, маленькие. Вот сегодня мы как раз будем об этом говорить. Что рассмотрим? Средние ещё. Их вот, но маленькие, большие совершенно. И по размерам, и по цвету. Они все разные, да? Вот, конечно, у нас нет возможности, чтобы выйти сейчас и собрать вот эти камушки. У нас нет такой возможности, но ты дома посмотришь. И сегодня мы будем знакомиться ещё с теми камнями, которые существуют у нас. Разные камни. Гранит. Кремень. Известняк и другие. Гранит очень прочный. И его очень много. Даже он такие большие, громадные камни, величиной такой. Даже из него бывают горы такие, на горах он встречается. И он бывает, даже цветные, в нём встречаются разные цветные. Он употребляется в основном в строительстве. Ну да, он делает из него тоже гранит. А вот кремень, это уже другой породы. Известняк тоже самый другой породы. Он в основном из ракушек таких. Но тоже известняк употребляется в строительстве. Из него делает известь, мел. Ну, тоже бывают горы такие, известняковые. Какое, да? Известняк. Посмотрите. Это известняк. Видишь, какой. Он рассыпчат такой. Это твёрдый очень гранит. А этот уже гранит. Из них он употребляется в строительстве. А из кремня можно выжигать огонь. Вот обратите внимание на эту картинку, где... Вот видишь, из кремня. У них не было раньше таких спичек, чтобы, как у нас сейчас, эти спички. А они, видишь, раз, искорка, и зажгли, вот и костёр развелись. Пожалуйста, здесь. А вот ракушки показаны, что известняк состоит вот за тех, кто кушат по форме. Из него ещё сооружают памятники. Гранит очень долговечен. Крепкий такой всё. Кусками гранита, которые называются булыжниками, выкладывают отставленные даже. Вот. В городах такие. На области. Да. А мрамор, есть ещё мрамор, он тоже употребляет в строительстве. И вот очень много в метро. Такое? Во многих городах нет. Его здесь не нарисовано. Нет. В городах других. Даже в метро. А он настолько красивый, что его шлепуют так хорошо. И делают на стене даже. Везде отделочные такие. Ну вот, в основном, и всё, что мы знаем об этих камнях. Значит, ты сейчас повтори, пожалуйста, что гранит, где употребляется этот камень? Он тоже бывает в строительстве. Он тоже бывает в строительстве, да? Он тоже бывает в строительстве. Он тоже бывает в плотниках камень. Он тоже бывает в строительстве. памятника. Теперь железную мостку, ступенчатую. Лестница, да? И поступок это делал, тоже искренне там. Хорошо. Его можно поверхностно тоже фонировать, она такая красивая. И тоже его употребляют на украшение. Памятники сооружают. Повторим. Гранит употребляется в строительстве. Фундаменты становятся все памятники. Повторим. Гранит участвует в строительстве. Для фундаментов большие станки, большие станки. Фундаменты очень крепкие, прочные и долговечные. Так и говорят, долговечные. На основе и на памятнице. Хорошо. И выкладывает даже в отставье. А известняк, он тоже плотный, из ракушек, но из него что приготовляет? Известь? И мел. И мел, правильно. А мрамор? Здесь у него рисунок. Мрамор употребляют тоже в строительстве. И даже метро, когда его полируют, он такой красивый тоже. И для украшения бывают стены метро. А кремень, вот этот, посмотри, камушек, кремень, это такой плотный, жесткий. Из него что высекают? Ну-ка на картинку посмотри, где на первой картиночке у тебя здесь. Дедушка стоит, сидит. Что он делает? Огонь. Огонь, совершенно правильно. Пемень высекается, огонь. Раньше так было. Следующая картинка здесь уже в построении. И третьей картинкой указывается на камень. Это прокушивая из весны. Это сегодня я в Потеревской школе подошел, попросил разрешение поснимать, показать. Сейчас другой класс зайду. Все, я ушел. Нурненький счастливый.